Сегодня я расскажу как я готовлю зеленое удобрение. Зеленое удобрение это отличная альтернатива навозу. Это практически тот же навоз, но в жидком виде. Навоз получается в результате ферментации травы в желудочно-кишечном тракте животного. А в зеленом удобрении трава проходит ферментацию в результате сбраживания, но по своему составу она не уступает навозу. Готовить зеленое удобрение нужно в пластмассовой или эмалированной емкости, но не в металлической, так как происходит окисление металла и состав удобрения меняется. Какие травы можно использовать? Конечно лучше использовать крапиву, бобовые, пырей, клевер. Но если этих трав нету, можно использовать обычные сырники. Главное чтобы на сорняках не было семян, чтобы просто не распространить их еще сильнее. Если будете использовать обычные сырники, очень удобно. Пропололи огород и тут же сделали зеленое удобрение. Два в одном как говорится. Теперь расскажу как я готовлю удобрение. Беру я ведро, большое ведро пустое, режу туда сорняки и заполняю ведро травой примерно на две трети. Заливаю водой дополна. Перемешиваю и чтобы вся трава была под водой. Накрываю сверху крышкой и оставляю на солнечном месте как минимум на две недели для сбраживания. На солнечном месте, потому что на солнце сбраживает оно быстрее. И примерно через день нужно перемешивать, чтобы газ выходил. Хочу вас предупредить, что работать лучше всего в перчатках, когда вы работаете с этим удобрением. Потому что у удобрения запах неприятный. Чем-то напоминает навоз и этот запах очень сильно въедается в кожу рук. Очень сложно избавиться потом от него. Вот. Постояло значит две недели, две-три недели ваше удобрение. Готово оно. Убираем эту траву, которая в ведре была. И вот получается вот такой концентрат у нас. Этот концентрат разбавляют один к десяти. Одна часть концентрата на десять частей воды. И вот этим разведенным раствором поливайте ваше растение, удобряйте. Использовать этот концентрат, этот раствор нужно в течение недели. Потому что если вы оставите на более длительное время, в этом концентрате в растворе могут появиться патогенные микроорганизмы, грибки и разные. Поэтому нужно использовать его в течение недели. Вот так просто и легко делается это удобрение. Это самое доступное, бесплатное, ценное удобрение. Если у вас нет животных, нет навоза, не обязательно покупать навоз. Можно вот такое удобрение сделать. И это прекрасная альтернатива навозу. И чем еще я подкармливаю люфу? Это спитый кофе. Нерастворимый кофе. Я собираю кофейную гущу после использования и кладу ее под растение. Что это дает? В кофейной гуще содержится много азота, магния, калия, также немного кальция и фосфора. Полноценным удобрением это назвать нельзя. Это больше как лакомство. Полезное лакомство для ваших растений. Также кофейная гуща разрыхляет почву, если ее в почву вмешивать. Не сверху класть, а именно вмешивать. Отпугивает вредителей, таких как слизни. Также муравьев отпугивает, но привлекает к себе дождевых червей, что есть очень хорошо. Вот понемножечку под растение. Можно ее, знаете, как можно ее раскладывать, чтобы жидкость стекла. Раскладывать вот так вот тонким слоем, чтобы она засохла, просохла и ссыпать какую-то емкость. И потом уже постепенно использовать. Здесь она у меня еще свежая, еще влажная. Вот я ее прямо вот так под растение положу. Кстати, из этого кофе, из такого спитого, получается прекрасный скраб для тела. Кожа потом, как у новорожденного. Просто я туда вот подмешиваю какие-нибудь эфирные масла, и то не всегда. Вот. Основа просто идет вот этот вот кофе. Прямо растираю, растираю кожу им. Вот. И можно пару капель масла эфирного добавить. Тоже хорошо. И потом кожа, как у младенца. Вот, посмотрите. Понемногу. Понемногу здесь кто-то попал, что ли. Понемногу вот так вот под растение. Вот еще один вид удобрения я вам показала. Также, если вы обратили внимание, я убрала сорняки. Вот здесь, где посадила люфу. Перед тем, как сажать. И сразу после того, как я посадила, я замульчировала вот такой вот скошенной травой. всю поверхность вокруг. Вот здесь. Видите? И только что я второй слой дала. Это примерно вот, ну, получилось месяц после того, как я первый слой дала. Вот этой травы положила. Я вот сегодня второй положила слой. Во-первых, сорняки меньше растут. Во-вторых, земля не пересыхает, влага сохраняется дольше, что для растений полезно. В-третьих, через какое-то время эта трава перегниет, будет перегной и дополнительное питание растений. То есть плюсов много. Мясо я еще раз помыла хорошо. И что я сделала? Я слила вот эту вот мясную воду в чашку. И я... Иди сюда же кусочки мяса, жирка. Я сейчас вот эту вот воду вылью под какой-нибудь из своих растений, которые растут на улице. Это прекрасная-прекрасная подпитка. И если вот какие-то деревья фруктовые у вас есть, ну, под любое растение, которое растет на улице. Потому что в доме я не советую поливать цветы в горшках, потому что и запах будет, и мухи. А вот на улице это прекрасно. Будет и плодоносить хорошо, и цвести. Это прекрасная подпитка. Сейчас пойду вылью и продолжим. Вот я вылью их под вот эти вот мочалки, под люфы. Также я использую вот такие удобрения. Иногда покупаю вот этой фирмы, иногда вот этой. И это, и это органик. Органические удобрения, все натуральные. Вот здесь и для цветов, и для овощей, и для фруктовых деревьев. Очень органика. Здесь, правда, на английском все. Ну, вот здесь вот разные минералы. Разные минералы. Инструкции. Инструкция, как разводить. Вот такие вот еще удобрения я использую. Это покупные. Это покупные удобрения. Еще один вид, который я использую при выращивании деревьев, овощей, фруктов. Посмотрите, вот такую вот подкормку я дам сегодня Люфе. На английском это называется Epsom Salt. На русском это называется эпсомская соль, английская соль, сульфат магния, магнезия, горькая соль. Вот у нее несколько названий. Вот так вот выглядит этот порошок. Как крупная соль. Наверное, некоторые слышали об этой соли. Ее используют как слабительная. Также в нашем доме мы ее используем, когда ноги сильно устанут, ванночки делаем с этой солью. Или принимаем в ванной. Хорошо выводят токсины из организма. Это соль. И также использую я эту соль как подкормку для растений. Растения очень любят. Вот розы, если, например, будете подкармливать розы этой солью, то цвет цветков будет более насыщенный. Будет больше цветов. Также томаты очень любят эту соль. Томаты становятся более сладкие, более полезные. Урожайность лучше. И что хорошо, что хорошо, то что растение не может перенасытиться этой солью. Растение возьмет столько, сколько нужно ему. А остатки, что останется в земле, принесут пользу следующему растению, которое вы посадите на этом месте. Не переусердствуйте слишком. Слишком часто тоже давать эту подкормку не надо, потому что оно выводит кальций из земли. Вот это тоже. Ну, слишком не нужно переусердствовать. Один-два раза в месяц. Во время активного роста дают подкормку такую два раза в месяц. Сколько давать? Сколько нужно растению? На каждые 30 сантиметров одна столовая ложка. 30 сантиметров длины растения, одна столовая ложка. Вот еще раз вблизи покажу, как это выглядит. Вот такие вот крупные кристаллы. Можно сыпать под растение, прям в сухом виде, порошочек этот. Можно разводить в воде. Если вы разводите в воде, то на 4 литра одну столовую ложку. Если вы сыпите в сухом виде, как я говорила, на каждые 30 сантиметров растения, одну столовую ложку. Например, если это растение у нас, например, 60 сантиметров, я сыплю у основания растения две столовые ложки этой соли. Вот. Очень полезное. Растения очень любят это. Ну, соответственно, помимо этого удобрения, подкармливайте еще и другими, какие-то органические удобрения покупайте, минеральные. Вот. Можно обычный навоз. Вот. Ну, чтобы растение было довольное, чтобы все ему хватало. Особенно, если земля бедная, то, соответственно, подкармливать нужно более часто. Вот, видите, я насыпала в сухом виде этот порошок соли прямо у основания растения. И теперь во время полива или во время дождя эта соль очень хорошо растворяется, она растворится и уйдет в землю. Или можете развести в воде, как я говорила, одну столовую ложку на 4 литра воды и полить растение. Ну, а теперь давайте поговорим о золе, как об удобрении для растений. Садоводы и огородники знают, что после сжигания древесины остается зола, которую можно использовать именно как удобрение для растений. Польза золы. Какая польза? Удобрение чаще всего используют в сухом виде. И данная подкормка раскисляет, то есть ощелачивает или, по-другому сказать, делает более щелочную почву с высоким уровнем кислотности. То есть, есть растения, которые любят кислую почву, есть растения, которые любят более щелочную почву. И, соответственно, если, например, растение любит более щелочную почву, для этих растений вы используете золу. Также эта подкормка эффективна в борьбе с вредителями, что является, соответственно, большим плюсом. Но самое главное ее свойство это высокое содержание полезных элементов. Это фосфор, калий, кальций, магний, железо. Существует много подкормок, которые содержат эти минеральные вещества по отдельности. Но именно из золы растение усваивает эти элементы эффективнее. Если смешать золу с щелочным компонентом, например, долотомитовая мука, то они создают сильно щелочную среду, которая не принесет пользы вашим растениям. При подкормке растений золой лучше ее ни с чем не смешивать, только по отдельности. Или в сухом виде сыпать в землю или сверху на землю, или разводить с водой, но не смешивать ни с какими другими удобрениями. Не смешивать ни с навозом. Вот если смешать ее с навозом или минеральными удобрениями на основе аммиака, это, например, селитра, мочевина, то в данном случае эффективность обеих добавок будет минимальна. Одна будет мешать усвоению другой. Если вы используете золу при пересадке рассады, то обязательно смешивайте ее с землей. Не высаживайте растения в лунку прямо на золу, иначе вы можете повредить корни, они получат ожог. Как нужно распределять время и сезон применения тех или иных удобрений. Например, весной нужно использовать подкормки с высоким содержанием азота. Что дает азот? Азот дает рост плетей, ветвей, зелени самой, листьев для быстрого наращивания именно зеленой массы. Летом, в период цветения и роста плодов, лучше использовать фосфорные удобрения. А осенью, когда наступает время сбора урожая, хорошо подойдут удобрения с калием, в том числе и зола. Еще немного о золе. В золе содержится калия до 5% и фосфор. Что она делает? Древесная зола улучшает состав почвы, дезинфицирует ее, повышает вода и воздухопроницаемость. Нормализует кислотность. Ну, то есть, как я говорила, если используется для определенных растений, которые любят более щелочную почву, то она, соответственно, из кислой почвы делает почву более щелочной. Нормализует. Нормализует кислотность почвы. Предотвращает распространение гнилостной микрофлоры. Находящийся в золе калий, внимание, находящийся в золе калий, необходим для закладки бутонов и хорошего цветения, а фосфор для завязывания плодов и семян. То есть, перед цветением дайте подкормку золой растению. Как приготовить подкормку? Можно пользоваться древесной золой в сухом виде. Ее смешивают с почвой перед посадкой или пересадкой растений в пропорции 1 к 50. Также можно 2 чайные ложки золы растворить в 1 литре воды, настаивать неделю и поливать этим раствором 1 раз в 2 недели. Подкормка это объем рассчитан на 5 кг почвы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...